Ребят, хочу вам прикидывать сайт всемайки.ру Это лучший сервис онлайн печати Здесь разнообразный выбор одежды 3D футболки, свитшоты, чехлы, кружки и многое другое Также, ребята, здесь очень огромный ассортимент различных принтов И также по нашей с вами любимой игре Clash of Clans и Clash Royale Разные стили, стиль минимализма есть Вообще на любой вкус и цвет, выбирайте размер И также кроме игр Clash of Clans и Clash Royale Есть различные и другие игры CS GO, Blizzard, PUBG даже есть Свитшоты, да и вообще здесь очень много чего Также, ребята, вы можете создать свой уникальный товар Выбираете пол, выбираете различные аксессуары Головные уборы, чехлы, интерьер, все что угодно Даже можно на iPhone узор Clash of Clans сделать Заказать себе и носить чехольчик с Clash of Clans Я вот, к примеру, хочу сделать себе футболку или свитшоты какие-то Возможно, разыграть среди вас с уникальным принтом там холдик Давайте попробуем сейчас создать какой-то товар Можно добавить текст, холдик Нужно выбирать шрифт, размер, цвет и так далее У меня, кстати, уже есть готовый 3D текст Вот здесь нажать и добавить фото Вот у меня, кстати, уже загружен Я его выбираю И вот такой вот у меня получается холдик Вы можете сами создавать текст, картинку Выбираете размер, цвет, фон Короче, удобный заказ, качественные вещи И быстрая доставка Вы можете создавать свои товары как для себя, для родных, близких Или даже на продажу в свой магазин Своим личным брендом, шмотом Короче, ребята, ссылку на сайт оставлю в описании По промокоду HOLDIC И получите 10% скидку Ссылка в описании Привет всем, дорогие друзья Новый выпуск по рояле Сегодня у нас на обзоре колода Которая взрывает сейчас все гранды Реально очень пользуется популярностью Я ни капли не преувеличу Эта колода действительно очень хороша И очень много чок антрит Естественно, Дима с ней очень изи взял 12.0 Но сегодня особенность этого ролика еще в том Что... Давайте я вам покажу колоду, собственно А потом перейдем к сути ролика Колода с пекой Я ее на стриме показывал Говорил, что я про нее тоже запилю обзор Потому что Дима сначала мне предоставил колоду с гигантом Которую очень легко контрит пека И конкретно эта дека Говорю, Дим, так а в чем тогда прикол? Сейчас пека очень часто встречается в грантах Зачем я буду показывать колоду с гигантом? Говорит, потому что колода с гигантом тоже в умелых руках Очень хорошо играет И обыграть эту колоду тоже можно с гигантом Но с ней проще играть Вот конкретно с этой декой В этой деке Есть абсолютно все Урон мы наносим шахтерам плюс пользы нам Для дефа у нас тут мини-генераторы У нас тут пека У нас тут хижина У нас тут летучка Которая имеет очень огромный радиус Да, по воздуху очень хороший деф Но если честно Воздуха мне очень мало То есть лаву мне трудно контрить Ну мы с этим разберемся потом Лаву сейчас очень редко встретите Короче, от этой колоды Упал, ребята, сам Голодон Сам Голодон, да Это его основа То есть не фейк Вы можете чекнуть Кто не в курсе Голодон это западный ютубер У которого там, по-моему, полтора или два миллиона подписчиков Раньше он был очень популярный Не знаю, снимает он сейчас ролики или нет Но я думаю, такие Ники Точнее, или имена Не знаю Оранжус Там Чифпэт Ник Найт Оголодон Вам известны? Потому что, по-моему, это официальные ютуберы по Клэш-Роялю Опять, могу ошибаться Короче Я не знаю, хорошо он играет или нет Но рекорд у него 6000 кубков И он проиграл эту колоду Это реально он Мы посмотрим сейчас эти повторы Но прежде откроем сундучки Это самое интересное Возможно, нам еще А ну-ка Вот ток-ток-ток Блин Элитные варвары вместо реги Возможно, нам выпадет лего Поехали Так По-моему, да Будет лего Много рарок Лего Спасибо, кто поставил лайк Подписался на канал Лава Оп И лава четвертого уровня Поздравляю, Дима Поздравляю Так, ну что Я думаю, что вы лайк все поставили И, кстати, ребят, просьба Очень важная Реально просьба Если вы подписаны на мой канал И смотрите мои ролики Вам нравятся мои стримы И не хотите их пропускать Нажмите на колокольчик Потому что ютуб очень часто Отписывает людей без причины И очень часто Они присылают уведомления О каждых моих новых роликах Это очень важно Не поленитесь На колокольчик нажмите И вам будут приходить уведомления Ну что ж Мы голодон оставим на десерт Посмотрим его чуть попозже Дима сказал посмотреть еще Вот против этой колоды Против этого игрока Повтор У этого игрока тоже 6000 кубков рекорд Это колода с кладбищем Давайте смотреть После чего я хочу посмотреть Против голема А после этого Посмотрим против арбалета То есть против голодона Значит, смотрите Оба игрока ставят здание дефа Точнее Это не здание дефа Это спам, да? Здание дефа Это пушка Там Хотя Нет, это здание дефа Короче Надгробие хижина гоблинов Как видим Гоблины уже почти надгробие уничтожили Плюс летит пушка на нас Кладбище не подбрасывается Мы выбрасываем призрака Но, к сожалению Пока призрак выйдет из стелса Пушка на него Сразу не реагирует Уничтожила она хижину гоблинов Смотрим дальше Мини генераторы Сейчас шахтер И, наверное, яд А ну? Нет С помощью торнадо Противник активирует Главное здание Шахтера надо будет Выбрасывать, конечно Вот на правый Нижний угол Чтобы с помощью торнадо Не так было легко Шахтера Засасать на главную вышку Хотя уже Не будет смысла этого делать Потому что Главное здание Уже активировано Так, летучка Как видим Имеет большой радиус Что я сказал в начале Да, и Очень легко Контрит много разных препятствий То есть Она здесь реально Очень тащит По-моему Здесь был мега миньон В этой деке Да, изначально Или нет Ну, короче Однозначно Берите летучку Если у вас она не прокачана Можете взять мега миньона Так Призрак Призрак идет на Ледяного колдуна Еще забрасывается Пойзон Почему не контрится Призрак Я не понимаю Наносится Реально Хороший урон Остается 1800 хп И Осталось 17 Уже 15 секунд Двойного эликсира И скоро уже будут Заходы с кладбищем Так как у нас есть Позен Нам, в принципе Кладбище По сути Не трудно контрить Мне бы было еще интересно Посмотреть Как против Спеллбайта Эта дека работает Потому что Здесь только зап Ну, я играл Против спеллбайта И конкретно У меня не получилось Сыграть То есть, реально Запом очень трудно Контрить гоблинскую бочку Мне кажется, что Спеллбайт обыгрывает Эту деку Окей Мы потихоньку Сносим башню Осталось уже 1600 урона И вот первый Заход противника Но он реально Будет очень Ну, очень легко Его задефать Потому что Мы кидаем яд На кладбище И выбрасываем Просто некоторых Юнитов Чтобы законтрить Те Те карты Которые танчат Танчат Вот Ну и Пошел пуш Мы отдефались И пошла Конторатака Видим, что Соперник с помощью Торнадо Неплохо, кстати Задефал Но Пострадает Сейчас же его Левая башня Нет, ледяной Голем не дал Этого сделать Но все равно Разная мелочь Шахтер Там Все наносит урон И осталось 800 хп Естественно, нужно играть Аккуратно Нам нужно Хотел сказать Экономить яд Но Сейчас был яд Выпущен В атаку Чтобы нанести урон Еще и призрак Одну тыку сделал Неплохо Просто сейчас Кладбище Как будем дефать Давайте смотреть Вылетает Мега-миньон За пределы Мостика Вышка Агрится на него И выбрасывается Кладбище Мини-генераторы Плюс хватает Эликсера на пеку Нашу вышку Спасает Но урон Все равно Смотрите Проходит Но там еще яд Естественно Забрасывается Шахтер Забрасывается Пойзон С помощью Торнадо Противник Оттягивает Но не смог Он полностью Шахтера Хотел сказать Отсосать От вышки Ну вы поняли Да Ну и тут Зап И вышка Добивается Реально Против Кладбище Было легко Но Дима Попросил Этот повтор Посмотреть Сейчас я вам покажу Профиль соперника 5800 Не 6000 Извиняюсь 5800 Еще Повтор Который Хочу посмотреть Против голема Тут несколько вариантов Есть голем С ночной ведьмой Есть голем С 3 мушкетерами Есть голем С принцами Да Не с принцами Нету С дровосеком Есть Какой из них Посмотреть Я честно Не знаю Ну давайте С 3 мушкетерами Мне реально Очень интересно 3 мушкетера Для меня Вечная проблема Я вот Плохо ориентируюсь Как их правильно Контрить А тем более Против Голема Понятно Что у нас есть польза У нас есть пека Но не всегда Так легко Как кажется Вот давайте Сейчас Смотреть Вместе с вами Начало поединка Противник ставит Сборщик Но мы в этот момент Выбросили шахтера Если бы конечно Чуть-чуть позже Ну противник Точнее чуть-чуть раньше Поставил сборщик То возможно Шахтер полетел Это невозможно Сто процентов На сборщик эликсира Но К сожалению Мы сборщик Сейчас Не законтрили Поэтому Естественно Это минус Сейчас готовится Ставить хижина гоблинов И Противник Понимает Что Эликсир Ему хватает Так как Стоит сборщик Эликсира На подстраховке И выпускает Голема Выпускает Голема Мы готовим Сейчас Пеку Но Но не выбрасываем Мини генераторы Пойдут Или нет А я бы выбросил Пеку Так Смотрим И вот сейчас Пека пойдет На мушкетеров Вот он Вот он конечно Правильный ход Не тратьте ребята Пеку Просто на Голема Вперед То есть Те юниты Которые идут за Големом Они естественно Пеку очень быстро Уничтожат Нужно за Големом Выбрасывать Пеку И Тем самым Пека справится С дополнительными Юнитами Которые идут за ним И переключится Потом на Голема При этом У вас же по-любому Какие-то мелкие Юниты Будут дамажить Голема Ну как в данном случае Это были мини генераторы Ой сейчас Сборчик конечно Бессмысленно было ставить Потому что его 100% Сейчас заберет Дима Но я вижу Готовится бандагоблинов Но естественно Естественно Еще выбрасывается Яд наперед Забыл от кого Я не увидел Наверное от Димы Но я не уверен Ну вот Короче Минус сборщик По эликсиру Естественно мы проигрываем Не знаю почему Почему именно Так поставил Хижину гоблинов Дима Честно Не знаю Напишите в комментариях Почему он так поставил Хижину Не посередине Чтобы Голем на нее Агрился Может потому что Пускай гоблины Наносят постепенно урон Вот сейчас Он выбросил Пеку Кстати Не за Големом А вперед Ну окей Наверное Будет призраком Дефать Двух мушкетеров Которые Сагрились Уже на Голема Очень далеко Выбрасывается Орда мух Плюс Эти Летучие мышки Я думал Будет контриться Это дело Ядом Но хватает Запа Смотрите Задефались Урон конечно Немножко прошел Но смотрите Сколько у нас Эликсира Плюс какая идет Атака Выбрасывается Еще поизон Пека жив Жива Или жив Мини генератор Летучка Но орда миньонов Орда миньонов Задефала Урон тоже мы нанесли 1500 хп По эликсиру Конечно пока проигрываем Но у нас стоят Две хатки Мне кажется Тогда Дима Мискликнул И поставил хиджину налево Мне так кажется Не знаю Окей Забрасывается шахтер На правую башню Пока Вышка А почему вышка На шахтера Согрелась А не на призрака Ну ладно Так Вот они мушкетеры Давай яд Яд Хорошо Пека пока справляется Отлично Так что дальше Дальше я так понимаю Что дальше Серьезно Вау Сборщик ребята Вот это поворот Вот это поворот Ну короче Дима забивает на сборщик Конечно Зачем И просто идет Фулл абан Так Забрасывается Шахтер Зап Где же Позен Где же он Не Дима Не тратит Позен Потому что Понимает Сейчас пойдет Орда миньонов И он не задефает Не задефает Выбрасывается Пека у мостика Сейчас очень Кстати напряжно Так Мини генераторы Сейчас быстренько Убивают Летучих мышей Так Что же с миньонами Позен Все таки приходится Тратить Позен Потому что Видим что Не задефал он Не задефает Точнее Мини генераторами Короче Противник Уже начинает Пессинговать Его сборщик Реально дает Плоды По эликсиру Конечно Дима проигрывает Но шахтер По чуть-чуть По чуть-чуть Урон наносит Самое главное Никуда не торопиться Не тратить Зазря эликсир Всегда успеете Добить вышку Главное Отдефаться И вот сейчас Противник Просто Фулл атака Пека Минус один Мушкетер Минус второй Мушкетер Минус третий Мушкетер Все Сколько там В сумме Эликсира 8 эликсира Голем И 9 эликсира Мушкетеры Ой Да Короче 17 элика Потратил А Дима Законтрил Пекой за 8 Ну сами понимаете Да Итак Пойзон Ой там еще Призрак И Пойзон И еще Запа можно было добить Хотя нет Зап был на Миньонов Кстати Если бы сейчас Вышку он не снес Он бы проиграл Хотя Пойзон бы Он выбросил на Деф тогда Вот почему Мне было интересно Посмотреть этот повтор Потому что Ну очень Очень реально Для меня было бы Трудно играть Против трех Мушкетеров Блин Я всегда Всегда теряюсь Всегда неправильно Выпускаю Те или другие Карты И рекорд Небольшой у соперника Ну что Переходим к самому Интересному Голодон Вот он Поехали Против Арбалета Мы играем Я не знаю Ребята Как играет Голодон Но 6000 кубков Я Как никто другой Понимаю Как они трудно Даются Поэтому Как-никак Все равно Ну все равно Какое-то место В глобале Он держит Да Ну там Возле топ 200 Он я думаю Крутился Так Мы ставим Хижину И было принято Решение Хижину уничтожить Арбалетом Понятно Потому что В атаку Все равно Не пройдешь Окей Что дальше Летяный голем С краю карты Голодон Естественно Очень легко Прокрутить Очень быстро Свой цикл До второго Арбалета Нам до хижины Не так легко Мини генераторы Сплит Один Генератор Слева Два справа Ок Тут у нас Призрак Так Ракета Интересно Хорошо Выбрасывается Летучка Сейчас будет Хижина Короче До двуновой Эликсира Никто не спешит Идти в атаку Но у нас Шахтер Нам в принципе Че париться Мы с Шахтером В любой момент Можем выбросить Вот он Шахтер И мега миньон На летучку Потому что Летучка нанесет Очень много урона Хотя можно было бы Выбросить мега миньона Так Чтобы Мега миньона Так Чтобы он бил Шахтер И летучка Сагрилась на мега миньона Мне кажется Так было бы лучше Хотя не знаю И снова арбалет на деф Но тут поздно будет Так 25 секунд До двуновой эликсира И мы уже снесли Четверть башни Да Осталось 1600 хп Окей Снова сплит Я так понимаю Мини генераторов А нет Все три на одну сторону И сейчас Походу Будет пека Хотя нет Пека я думаю Будет только тогда Когда выставится голем Мини генераторы Подходят к мостику Что же дальше Мега миньона Ой Летучка Так Пока противник не спешит Ставит арбалет С помощью торнадо Всех оттягивает Ну чтобы они Были в кучке И ледяной колдун Смог всех Дамажить Сплэш уроном Тут уже второй ледяной колдун Который кстати Умер быстрее чем первый Мы подбросили еще пеку Там призрак Еще мини генераторы Короче тут ракета Ракета нужна Ракета плюс торнадо Но мы что урон наносим Не пекой У нас то Позен шахтер Урон наносит Поэтому нам не страшно Нет ракеты не было Я что то не знаю Че так подумал Итак Наш противник справился Задефал без ракеты И вот забрасывается шахтер Но Шахтера словили Скелетиками Поэтому Шахтер не с фулл хп Наносил урон по вышке Плюс зап там был Так Ну что Постепенно Видим постепенно Мы блин прессингуем Голодон по моему Ни разу еще арбалет не поставил Короче это реально трудно Наверное атаковать против Хижины гоблинов С арбалетом Да Мешает Мешает она арбалету Видим что он О Вот только сейчас поставил арбалет в атаку И смотрите У нас кстати не так много эликсира Ракета летит Летит ракета Ой Ой Ракетой промазал Видел Видели да Что ракета была чуть-чуть наперед А мини генераторы С места не сдвинулись Ну Когда ракета тратится просто так Это джи джи Осталось 500 хп Нам еще даже и пол башни не снесли Ну естественно тут даже можно Шахтера уже не выбрасывать Хотя не Почему не выбрасывать Зачем нам шахтер Кроме того как выбрасывать его на вышку Ну вот шахтер плюс поизон И поизон причем на арбалет и на вышку Поэтому мы сразу двух зайцев убиваем И все Остался последний заход Все Да скорее всего у нас контрар балету Не из-за того что Сам голодон проиграл этой колоде Из-за того что Наша колода Контрит его колоду А так голодон хороший игрок Да я думаю Я просто не знаю Но я думаю он хороший игрок И все равно было прикольно Посмотреть этот повтор Я хочу сказать спасибо Диме Что предоставляет мне На обзор колоды Повторы свои Потому что мне очень нравится их смотреть Я много чего извлекаю Из этих повторов для себя И Тем самым У меня получается лучше играть Ну конечно не так хорошо Как у Димы Надеюсь вам тоже мои ролики полезны Пишите в комментариях Какую еще колоду вы хотели видеть бы на обзор Дима еще нам пройдет грант какой-то колодой Подписывайтесь на канал Оценивайте ролики лайком Мне будет очень приятно Не забывайте про колокольчик Все что я хочу вам сказать Спасибо за просмотр еще раз Пожелать вам удачи Хорошего настроения До новых встреч И всем друзья Пока